Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темы этого выпуска. А вот вам водица. Жители города Рыбные призывают власти навести порядок в работе автомойки на одной из улиц. Власти большей частью безмолвствуют. Они стремятся вверх. Продолжается осеннее подорожание продуктов. Антимонопольщики не исключают корпоративный сговор. Даешь цифру. Рязанский передающий центр монтирует антенну для цифрового вещания. А теперь обо всем подробнее. Жители Рыбного практически в одиночку пытаются победить автомойку, которая работает в городе вопреки всем нормам санитарии. Об этом сегодня нам сообщила Ирина Никитина, так сказать, представитель общественности. Вот ее рассказ. У нас в городе Рыбном на улице Малошкольная была открыта автомойка. Мы считаем, жители этой улицы, что она противозаконна. Потому что там не соблюдены никакие нормы санитарные, не технические. То есть, как бы, это гаражи, которые не приспособлены к автомойке. И еще хочу изначально сказать, что, то есть, из-за пчеловодства, который выдал в аренду эти гаражи, то есть, он выдавал гаражи, не автомойку. То есть, здесь налицо нецелевое использование федерального имущества. Конечно, россияне давно поняли, в родном отечестве, возможно, все. Особенно, если знать менталитет доморощенных чиновников. Все местные начальники, например, признают, что автомойка в гаражах без специальной системы водоотведения – это злостное нарушение. Но ударить пальцем о палец никто не пожелал. И ВОЗ, а в нашем случае мойка, и ныне там. Вода льется просто рекой из этих гаражей. То есть, у нас вскоре это, наверное, будет болото, а не улица. Почему чиновники вместо того, чтобы решать проблемы, только разводят руками – вопрос, под которым подписались бы миллионы жителей российских городов и весей. Проще говоря, куча начальства сидит на народной шее, кормится за счет бюджетных денег и ровным счетом ничего не делает, когда надо за людей заступиться. В нашем случае на бумаге после предписания суда предприниматель, открывший автомойку, якобы обеспечил нормальное водоотведение. На деле, говорят жители, ничего не изменилось. Грязная вода размывает дорогу, течет в огороды, уничтожает грядки. Теперь жители по совету юристов намерены обратиться в суд. Жители улицы Малошкольной города Рыбной обратились в Роспотребнадзор, как нам известно, обращались неоднократно в прокуратуру, обращались в другие инстанции, в том числе и к мэру города. Однако, до сегодняшнего времени результата никакого нет. И все это продолжалось, но уже больше, чем полугода. Размещение этой автомойки является незаконным. Незаконными. Эти помещения не оборудованы несоответствующими канализацией, не отвечают требованиям, которые предъявляет к ним законодательство. Поэтому я считаю, что у жителей есть все шансы выиграть это дело. Другая вечная тема – состояние жилья, которое порой вызывает у его обитателей слезы бессилия. Сегодня в программе репортаж Оксаны Тебенихиной из цикла «Так и живем». Сложно поверить, но этот дом, который стоит на улице Маяковского, обитаемый. Пережив три пожара и четыре поколения жильцов, он уже давно потерял свою былую стать. Жителей дома уже много-много лет обещают расселить, но до сих пор в нем на ПМЖ остаются две семьи. Остальные разъехались – кто по съемным квартирам, кто в предоставленный городом временный фонд. Были слушания у нас в прошлом году. Мы ходили на слушания, публичные слушания о расселении, о застройке этих территорий. И говорили, что мы попадаем в эту программу. Но пока только дали квартиру муниципальным жильцам. Вот две наши бабушки, они здесь живут. Печку дровами топят. Вода у нас здесь перемерзает, ходит на рынок, потому что ни одна колонка не работает. Дом уже давно купил крупный застройщик. Городские власти со всеми вопросами отправляют жильцов к нему. А оттуда, ну сами знаете, в общем замкнутый круг. Подавали документы, сказали, что все-все в ближайшее время, все-все. И мы опять все ждем, ждем и ждем. А сейчас нашу территорию купил вот инвестор. С января месяца будем подготовить документы и будем вас расселять. Но только когда чего будет, опять неизвестно. Каждый год такая ситуация. Двор проходной, рядом центральный рынок. Под окнами со временем организовали свалку. Нетрудно представить, какого размера крысы носятся по территории. А ведь рядом стоит совсем новенькая многоквартирная высотка. Не ровен час грызуны доберутся и до нее. Но это жильцов 79-го дома мало волнует. Окна в их квартирах давно забиты. Сначала боялись местных пьяниц, которые регулярно били стекла. Теперь опасаются, что рамы выпадут наружу. На нашу помойку все близлежащие магазины, иногда с рынка. Все это вываливается к нам сюда. Из-за этого, конечно. И у нас, вы же видите, никаких условий ни туалета, ни ванны, ничего нет. Проверка со стороны Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции состояние как самого многоквартирного дома, так и домовой территории повлияет на ускорение процесса переселения жителей из аварийного жилья, которое может просто стать трагедией проживания в подобном доме. Приходили к нам застройщики или кто это был, мы не знаем точно. Они документов никаких не показывали. Говорили, не хотите, будет вам. Вот после этого произошел пожар. Дом горел три раза вообще. Да, да. Сначала бы тут терраска была, посожгли. Потом нас... Европейский стандарт. Потом опять лестницу поджигали, потом на крышу бросили. То, что дом в свое время поджигали, жильцы не сомневаются. В последний раз полицейские задержали исполнителя. Имеются и догадки, кто был заказчиком преступления. Бедолаги только вздыхают и про себя радуются, что все остались живы и целы. Осень – какое-то особенно, так сказать, жадное время года, когда денежки вымывают из карманов россиян самыми на разными способами. Когда-то, например, гречка по стоимости взмыла вверх, да и соляной ажиотаж в Рязани еще помнят. Теперь вот куриное яйцо стало по цене словно золотое. Стало известно, что наконец-то Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась резким повышением цен на популярнейший в народе продукт. Антимонопольщики начали проверку в Ставропольском крае, а также в Липецкой и Ульяновской областях. Расследование должно показать, за счет чего произошел рост. Никаких обвинений производителям пока не выдвинуто, но руководство ФАС не исключает, что увеличение цен могло стать следствием сговора на рынке. Вот уж чего и мы, простые жители, не исключаем. Так это сговора. Насмотрелись уже всяких этаких ценовых вспышек в Досталь. В качестве возможных причин такого роста цен отраслевики называют и подорожание комбикормов для скота, и дефицит молочного сырья, и возможный сговор среди розничных продавцов в ряде регионов. Эксперты давно говорят, что подорожание продуктов сказывается прежде всего на бедных. Богачи не обращают внимания на ценники. Соответственно, товары, предназначенные преимущественно для них, не испытывают провала по потреблению. Бедняк же склонен отказываться от целых категорий товара вообще. Тут срабатывает закон спроса и предложения. Резкий рост спроса потребителей приводит, опять же, к росту цен. Грустно то, что ситуация бедняков напоминает замкнутый круг. И отказ от товара, и переход на другой означают рост цены в обоих случаях. Вот так и живем. Сегодня мы получили информацию о том, что и наше региональное управление Федеральной антимонопольной службы ведет проверку причин резкого роста цен на куриное яйцо в Рязани. Комментарии последуют, а в конце этого месяца антимонопольщики планируют озвучить итоги работы в этом направлении. И последнее на сегодня. С понедельника областной радиотелевизионный передающий центр начал работы по установке антенны цифрового наземного вещания. Проще говоря, скоро будем смотреть телепрограммы в цифровом качестве, но придется потерпеть. С 8 утра до 4 вечера радио и телевизоры работать пока не будут. Правда, не у всех. С подробностями Глеб Галушкин. Подготовка к эре цифрового телевидения в Рязани идет полным ходом. На Рязанской телебашне сейчас, по словам директора регионального радиотелевизионного передающего центра Александра Лучкина, проходит модернизация и устанавливается новое оборудование, что позволит рязанцам принимать телеканалы в современном цифровом формате. Здесь производится достаточно сложно в технологическом плане работать. То есть на нашей башне высотой 180 метров наверху установлена антенна для трансляции первого канала. Эта антенна должна быть демонтирована, а стоит она с 1956 года, со дня строительства радиотелевизионной передающей станции в Рязань. И на это место нужно поставить антенну для цифрового вещания. Из-за проводимых работ в рабочие дни в Рязани телевизор не смогут принимать эфирные каналы. Однако цифровой сигнал сейчас подается в кабельные сети города. И поэтому у абонентов кабельных операторов никаких проблем с приемом и просмотром любимых телепрограмм не будет. Работы по установке передающей антенны цифрового наземного вещания на Рязанской телебашне должны закончиться в середине декабря. На сегодня все. До встречи в четверг в эфире телекомпании «Город. Нас всегда можно увидеть». Так что, перефразируя спортивных комментаторов, программа состоится при любой погоде. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин